Великий космополит Кличко. Родился в Киргизии, жил в Чехии. Только в 14 попал на Украину. В начале нулевых поменял киевскую квартиру на роскошный особняк Германии, где и платил налоги до последнего времени. В спорте жульничал. За употребление стероидов не попал на Олимпиаду в Атланте. Впрочем, у украинцев боксер все больше ассоциируется с пивом, которым торгует, и со стрип-клубами в центре Киева, где, по слухам, у него доля. Как и большинство спортсменов из 90-х, тесно связан с украинскими авторитетными людьми. Рассказывают еще много интересного, но доказательств нет. Арсений Яценюк по кличке Кролик уже имел возможность осчастливить украинцев. Правительство оранжевых управляло то Центральным банком, то МИДом, то Министерством экономики. На посту председателя Верховной Рады Сеня, как нежно называют его соратники, тоже продержался недолго. Но успел заработать на загородный особняк и три квартиры в Киеве и Черновцах. На счету у нардепа около миллиона долларов, которых он, как и любой голубой воришка, очень стесняется. Махровый националист Тягнебог, его партия свободы ранее называлась без изысков, социал-националистической. Внесен Центром Симона Визенталя в мировой список антисемитов и занимает в нем почетное пятое место. Как и Гитлер, рассчитывает прийти к власти демократическим путем. Призывает бороться и с москалями, и с жидвой, и с немцами, и с другой нечистью. За Украину для украинцев. Грозится проверять народ по антропологическим признакам. Строению тела, черепа, чертам лица и носа. Награжден Золотым Крестом от ветеранов дивизии СС Галичина.